Здравствуйте! Поговорим сегодня о великом изобретении человечества, которое вам знакомо под именем бутерброд. Хотя его можно назвать и сэндвич. Бутерброд – это немецкий бутерброд, дословно хлеб с маслом. А сэндвич – более сложное кулинарное сооружение. Но основное отличие между ними состоит в том, что бутерброд содержит лишь один кусок хлеба, а у сэндвича начинка зажата между двумя кусками. Сэндвич имеет хотя и легендарное, но весьма благородное происхождение. Его изобретателем многие считают Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвичского. Съятельный граф был личностью весьма незаурядной. Выдающийся политический деятель, филантроп, большой оригинал и страстный картежник. А рождение сэндвича якобы произошло так. Граф Сэндвичский уже который день без продуху играл в карты. Проголодавшись в очередной раз, он кликнул буфетчика и повелел принести себе холодного мяса с хлебом. Но выпустить из рук карты азартный граф был не в силах. И чтобы продолжить игру без потери времени, он приказал положить кусок мяса между двумя ломтиками хлеба. Это свежее решение позволило ему одновременно и есть, и играть. Изобретение Джона Монтегю молниеносно вошло в моду. Многие заказывали то же, что и сэндвич, то есть граф Сэндвичский. 24 ноября 1762 года будущий великий историк Эдвард Гиббон впервые упомянул сэндвич в своем дневнике. Причем сделал он это с заметным раздражением. Читаем. Заехал пообедать в дерево какао. 20 или 30 первых людей королевства сидят за столами. И у всех в руках куски хлеба с мясом. Так называемые сэндвичи. Так до конца и непонятно. Сам ли Джон Монтегю изобрел сэндвич? Или же этот шедевр кулинарного минимализма просто подавался за его столом? Но так или иначе, имя четвертого графа Сэндвичского освещает собой легенду о происхождении бутерброда из двух кусков хлеба. Как мы уже обмолвились, лорд Монтегю был весьма неординарной личностью. Трижды занимал он пост первого лорда Адмиралтейства. И в качестве председателя Адмиралтейского комитета финансировал три круглосветные экспедиции знаменитого мореплавателя Джеймса Кука. Ну а тот благодарность назвал в честь лорда Монтегю сэндвичевы острова, теперешние Гавайи. Кулинарное изобретение, приписываемое Джону Монтегю, стало первой ласточкой грядущей культуры еды быстрого приготовления и быстрого потребления. И в 20 веке этот самый фастфуд совершит подлинную революцию в отношении к еде. Принятие пищи из особого и самодостаточного ритуала превратилось просто в одну из операций человеческого существования. Причем запитывание человеческого организма теперь уже может идти параллельно с другими его действиями. В крупных городах Великобритании сэндвич быстро стал неотъемлемой частью урбанистической культуры питания. Но уже в начале 20 века у классического британского сэндвича появились за океаном конкуренты, прибывшие в Америку вместе с переселенцами из Германии. Это хот-доги и гамбургеры. Происхождение этих соперников сэндвича туманно. Однако ясно одно – и тот, и другой пионер фастфуда имеют германские корни. Ближайшие родственники хот-догов – это немецкая сосиска в тесте. В Германии это блюдо известно под названием «Würstchen im Schlaffrock» – сосиска в ночной рубашке. Англосаксы в свой черед иронично прозвали это блюдо «Pigs in a blanket» – поросенок в одеяль. О происхождении имени хот-дога бытует несколько версий. Самая простая и самая убедительная из них связывает собаку с сосиской. Уже с середины 80-х годов 19 века слово «дог», то есть «собака» в разговорной речи американцев служило синонимом для сосиски или колбаски. Это была горькая ирония, поскольку уже давно возникли подозрения, что колбасники в погоне за наживой готовят свои изделия из собачатины. Так или иначе, но первые упоминания о хот-догах, как о популярной еде, появились в США уже в конце 19-го столетия. И вначале их продавали на спортивных матчах. Согласно другой версии, хот-доги пришли в мир из фольклора американских студентов конца 19-го века. Студенты Яльского университета называли фургоны торговцев, продававших сосиски, собачьими фургонами. Из-за того, что возле них постоянно околачивались собаки, привлеченные соблазнительными запахами. Хот-догом называется булочка удлиненной формы с соусами и вложенной в нее сосиской. Это незамысловатое блюдо стало классикой американской кухни. 20-й век стал эпохой расцвета фастфуда, индустрия которого возникла в 20-е годы в Америке. Массовое распространение гамбургеров и хот-догов США связывают с всемирными ярмарками в Чикаго в 1893 году и в Сент-Люисе в 1904. Во время этих грандиозных мероприятий интернациональная публика охотно раскупала доступную для быстрого поедания пищу. И хотя фастфуд стал неотъемлемой приметой современного общества потребления и массовой культуры, сама идея заворачивания мяса в хлеб приходила в голову многим кулинарам и ранее, как на Западе, так и на Востоке. Например, шаурма, которая популярна у многих тюркских народов. Она делается из пита или лаваша, который начиняют рубленым жареным мясом. А в Иране подобное блюдо называют кебаб. В Мексике пшеничная лепешка, в которую завернута разнообразная начинка, именуется бурритто. Ну а в нашем отечестве эту кулинарную нишу традиционно занимали пирожки, которым позже добавились бутерброды. В 18-19 веках в России и особенно в двух ее столицах было множество немцев. Эти выходцы из различных германских земель принесли к нам культуру поедания хлеба с маслом. И сейчас в повседневной кулинарии расплодилось огромное количество видов бутербродов. От классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, паштетов, овощей, зелени и соусов. Знаменитый закон Нарфи гласит, что все, что может произойти плохого, обязательно произойдет. Частным случаем этого неутешительного правила жизни является закон бутерброда. Он в свой черед говорит о том, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Или в другой версии, вероятность падения бутерброда маслом вниз прямо пропорциональна стоимости ковра. Закон бутерброда неоднократно пытались проверить на практике. В 1991 году BBC даже подготовила специальный фильм, в котором были поставлены многочисленные эксперименты с падающими бутербродами. В ходе тщательного исследования было подброшено 300 кусков хлеба с маслом, из которых 148, то есть половина, упали этим самым маслом вверх. А в 1996 году английский физик Роберт Мэттьюс получил даже шнобелевскую премию за работу «Падающий бутерброд», «Закон Мерфи» и «Мировые постоянные». Пытливому ученому удалось вывести особую формулу, которая доказывает, что подброшенный вверх бутерброд чаще всего на Землю падает именно маслом вниз. Ну, а мы, наверное, поверим закону бутерброда без всяких формул и экспериментов. Так даже интереснее жить. А в заключение вспомним замечательный стих Корнея Ивановича Чуковского. «Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою, захотелось ему прогуляться, на траве мураве поваляться, и сманил он с собой на прогулку краснощекую сдобную булку. Чем закончилась эта прогулка, понятно. Нет-нет, не маслом вниз. На этот раз попал бутерброд прямо в рот. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневная. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова